Поехали. Итак, сегодня мы начнем знакомство с дополнением к Grasshopper, а именно Mesh-машина. Ну, по крайней мере, опять же, я его читаю так, со своим немецким акцентом. Что оно из себя представляет? Это дополнение, это вообще дополнение к плагину Kangara. Его можно без проблем найти в интернете, вводите в поисковике Mesh-машина, вот, Grasshopper. Оно сразу там идет, архивы с KenGuru. Единственное, что нужно будет еще, по-моему, нужно будет установить, он тоже отдельно скачивается, я вот не помню, или в мастерске Guru идет, или по-моему, по-моему, отдельно PlanktonMesh. Это тоже дополнительный плагин, его бесплатно в интернете скачать можно. Вот. Так вот этот инструмент для работы с мешами для разбиения объектов, каких-то поверхностей на полигональные сетки. Сейчас подключаемся. Да, тут была сделана заготовка. Был обычный бокс. Я задаю небольшие объекты, потому что больше объектов, тем дольше компьютер думает. И подключаю его к ноду Mesh-машин. То есть, подключая геометрию, мы разбиваем эту геометрию на полигоны. Ну, во-первых, сюда вот, собственно, геометрия, потом этот вход, это, грубо говоря, длина сегментов. То есть, чем больше цифра, тем крупнее сегмент. Чем меньше цифра, тем меньше сегмент. Ну, задумался. Вот. То есть, видите, я не буду особо крупные задавать. Особо мелкие, точнее. Дальше. Следующее, что именно в этом видео мы рассмотрим, это вот этот вход параметр. То есть, смотрите, в чем фишка. Я ставлю цифру на ноль, подключаю. Ничего не меняется. Я потихоньку сдвигаю, изменяю значение. И у нас начинает постепенно-постепенно образовываться какое-то натяжение. То есть, видите, к углам у нас сегменты становятся мельче. Вот треугольники полигона. А на больших же поверхностях у нас, на больших плоских поверхностях, более крупные полигоны. Ну, то есть, поставлю на единичку сейчас. И вот мы что видим. То есть, отчетливо читаемые натяжения. Ну и, собственно, итерация. Ну и, что еще забыл добавить. То есть, принципиально разница. Обратите внимание. То есть, сейчас полигоны, наша сетка простраиваться без учета углов геометрии. Если мы все же хотим разбить строго по геометрии, которая у нас была, то нам нужно вывести вершины и грани. То есть, берем на это деконструк брипп. Сейчас. Деконструк. Вот. И теперь у нас простраивается геометрия нашей полигональной сетки, исходя из требуемой геометрии. А, ну и да, вот эта вот нота, это из плагина VeroenBirds. Вот он. То есть, отображение линии сетки полигональной. Теперь это исполнение. Вот и небольшими геометриями. Продолжение следует...